Здравствуйте, друзья! С вами Валерий Морозов и Павел Колесов. Мы продолжаем серию интервью подготовки к тренингу продажи на вебинарах. И, как вы знаете, я беру интервью у самых лучших бизнесменов Рунета. И одним из них является Павел Колесов. Паш, вспомни, пожалуйста, свой самый прозвищенный вебинар. Расскажи, как у тебя это получилось? Самый объем по объему заказов, это было там, по-моему, 1300 или 1400, когда я, как раз на своей конференции выступал на женской. Я выступал последним. Я начал в 10 вечера и закончил в час ночи. Причем первые полтора часа на Росте ничего не покупал, потому что я продавал мягко. Когда я начал людей давить, они начали покупать. То есть для меня было парадокс. Пока с людьми мягкий, пусть и пусть, они не покупают. Когда им заряжаешь по полной программе, перцы под хвостом начинаешь издание заражения, нахуй посылать, они начинают покупать. И это совершенно непонятно. Потому что, мне кажется, обычно людям должны, мои группы, когда человек нам вежда, он покупает. Я не понимаю, почему. Может быть, потому что люди застряли в своей зоне комфорта, и пока он такой сидит, как зомби, пока волшебный пендель не дашь, он не зашевелится. Поэтому, на мой взгляд, когда ты жестко продаешь, это приносит больше денег. Но, на мой взгляд, жестко начинать не очень не стоит. Я пробовал. Если сам начал людей начинать пересывать, они начинают вымораживаться. А когда ты показываешь, что такой мягкий, что это утепуть, и вот так, потом... А вот на этой разнице, судя по всему, вы людей по эмоциям растаскиваете, не понимаете, что здесь есть силы. Почему, как я думаю, работают жесткие продажи? Потому что, когда можете рябнуть людей, вы показываете, что у вас есть энергия. Подавляющее большинство людей, это самой энергии не хватает. И они от этой вашей энергии подписываются, и потом на этой энергии, собственно, идут и выписывают счета. Потому что, когда я выступал, там было, по-моему, процентов 30 закрытия. Из выписанных, на мой взгляд, это хороший процент закрытия на холодную аудиторию. Ну, в принципе, да. То есть, сразу матом не ругаемся. Сначала мягко и начинаем уже давить. Конечно, у меня такая технология, я еще и так не пробовал людей посылать на три буквы. Но я думаю, что мы попробуем завтра у меня предыдущий вебинар. Я думаю, что вы где-то попробовали. А что еще, по-твоему, срабатывает? То есть, как, возможно, построить презентацию, офер, что вы? Ну, во-первых, вы должны хорошо понимать, что вы продаете. Должны хорошо понимать выгоды. У вас должна быть... У меня хорошо срабатывают презентации, которые я откатал, ну, раз на 10, на 15, на 20. У меня уже в голове выстроено, потому что я людям выбрасываю информацию, и по ответам, по их вопросам, на то, как они со мной общаются, я понимаю, где я им что еще не додал. В следующей презентации я еще докручиваю, я еще докручиваю, я еще докручиваю. И сейчас вот очень удачно, знаете, идет волна всяких бесплатных конференций. У меня есть одна презентация, один тренинг, который я продаю. Как раз целью наработать самый лучший продающий скрип. И в каждом следующем я докручиваю, 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 и с каждой следующей конференции, как правило, и растет и общий объем заказов, и общий объем конверсий. Потому что, знаете, наверное, если хочешь стать экспертом, тебе нужно 10 тысяч полетных часов. То же самое касается продающих вебинаров, то же самое касается, в общем-то, любого навыка. Поэтому, если вы хотите научиться продавать по-настоящему хорошо, вот мое мнение. Возьмите какую-то одну продающую презентацию, и вот шлифуйте, 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 шлифуйте. Потому что, если вы будете пытаться продавать сразу 10 продуктов, вы не поймете, а что у вас сработало. Если вот бросили такую фишку, в одной аудитории сработало, бросили фишку, в другой сработало, бросили, третью опять сработало, понимать, о, бинго, эта фишка, надо использовать здесь, именно так. Отлично. А скажи, вот, что не надо делать в продающих вебинарах? Чтобы слифить продажи и все, что-то. Что у вас были хорошие продающие вебинары, у вас должна быть хорошая дипсия. Вот примерно, как у меня сейчас. Потому что, нравится, ну, я, мать, мой, гад, многие, непонятно. Люди, надо понимать, люди платят вам за вашу энергию. Нет, у вас энергию, нет, у вас люди платят за великую у нас. Поэтому у меня были такие вот... Были такие, а что-то сдается. У меня были хорошие продажи, либо когда я вот совсем выспался, я такой, а, я вообще на позитиве, либо когда я не выспался, я очень злой. Вот тогда у меня тоже продажи шли очень хорошо. Поэтому, если вы только начинающие, мой вам совет, перед продающей презентацией, это касается и живых выступлений, и вебинаров, пожалуйста, выспитесь часов 8-9-10, чтобы вам была энергия, которую вы будете вплескивать. Потому что можно продавать и на негатив, можно продавать и на злости. То есть у вас должно быть хорошее состояние здоровья, вы должны уже привыкнуть так действовать. Я веду тренинг уже 15 лет, здесь нет уже привычек. Если вы только начинаете, лучше выспитесь, вам нужна энергия, которую вы будете давать людям. Отлично, хорошо, спасибо, Пак, большое за совет. Удачи в продаже на вебинарах, до встречи на тренинге и продаже на вебинарах. До встречи, подписывайтесь.